Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, за этим столом члены Священного Синода Русской Православной Церкви и главы 15 православных поместных церквей, которые откликнулись на наше приглашение и приняли участие в богослужении и во всей праздничной программе. Ну, конечно, очень большое значение для всех, кто здесь собрался сегодня, имеет встречи с вами, с президентом Российской Федерации, с православным человеком. Мы радуемся, что вы вместе с нами сегодня праздновали память святого праведного преподобного Сергия Радонежского. Ну и вот сейчас есть возможность немножко поговорить. Я прошу вас обратиться со своими словами, собравшимся. Ваше святейшество, уважаемые друзья, братья, первый раз в последнее время в таком составе вы собирались на 1025-летие крещения Руси. И, похоже, это становится такой доброй традицией собираться в таком составе по случаю крупных православных мероприятий. Одним из таких, безусловно, является и 700-летие преподобного Сергия Радонежского, как мы говорим, собирателя русских земель, человека, который внёс неоценимый вклад в историю, в развитие нашего государства и в укрепление православной веры. Мы живём в сложное время, к сожалению, и на международной арене, и в духовной сфере, и в нравственной. Очень много проблем, которые нам приходится преодолевать. Но мы сможем это сделать только следуя тем идеям, которые в своё время сформулировал Сергий Радонежский. Мы сегодня с Патриархом сегодня об этом вспоминали, который призывал к единению и любви. И говорил, что только любовь и единство могут нас спасти. И вот то, что вы считаете возможным приехать в Москву, встретиться друг с другом, встретиться с патриархом московским, поговорить, обсудить проблемы, перед которыми мы стоим, обсудить, что и как нам вместе нужно делать для того, чтобы эти проблемы преодолеть, это чрезвычайно важно. Это в этом, наверное, и залог нашего общего успеха. На мой взгляд, мир становится всё сложнее и сложнее. И у православия есть свои нравственные и моральные ценности, но они очень близки к тем моральным и нравственным ценностям, которые исповедуют представители других конфессий, других религий. У меня такое чувство, что, несмотря на то, что многое, особенно в духовной сфере нас разъединяет, или в вероучениях разъединяет, но в духовной и нравственной сфере есть очень многое, что является общим. И опираясь на всё самое лучшее, что объединяет всех нас, мы, на мой взгляд, можем двигаться вперёд и чувствовать себя уверенно, потому что можно с полным основанием говорить, что за нами подавляющее большинство не только граждан тех стран, где православие считается основной ведущей религией, но и во многих других странах люди разделяют нашу точку зрения о первенстве традиционных нравственных и моральных ценностей. Вот я хотел бы вас ещё раз поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать в Москву в эти праздничные дни, быть вместе с нами, и выразить надежду на то, что такое единение, оно будет только укрепляться на благо всем нашим церквам и на благо народам наших стран. Большое вам спасибо ещё раз. Поздравляю вас с праздником. Благодарю вас сердечно, Владимир Владимирович. Я думаю, что очень важные слова вы сейчас произнесли, что нравственные ценности объединяют людей. в том случае, если люди не посягают на разрушение этих нравственных ценностей. Мы живём сегодня в том мире, когда, к сожалению, и это впервые за всю историю человеческой цивилизации, когда предпринимаются шаги законодательным способом разрушить нравственную основу человеческой жизни. Ничего подобного ранее не было. Я должен с признательностью отметить, что Россия, другие православные страны не разделяют этой общей тенденции. Мы этому сопротивляемся, как люди, сознающие судьбоносное значение нравственного начала в жизни человеческой личности и человеческой цивилизации. Если это начало будет разрушено, то будет разрушен человеческий мир. И я хотел бы выразить признательность в том числе и вам, и всему российскому руководству, нашему парламенту, за то, что сегодня очень высокий уровень согласия в отношении необходимости защиты нравственных ценностей и в политике, и в экономике, и в общественной жизни. И дай Бог, чтобы вот этот приоритет духовного, или, по крайней мере, значимость духовного, присутствовала в нашей повседневной жизни и дальше. Благодарю вас сердечно за это. Спасибо. Теперь, может быть, кто-то из братьев хочет задать вопрос какой-то господину президенту. У нас с вами уникальная возможность. Не так много времени у Владимира Владимировича. Но если кто-то желает, то пожалуйста. Владыка Тимофей, представитель Русалимского патриархата. В скобочках замечу мой ученик, ученик Поленинградской духовной академии. Спасибо вам. Как защитительница святых мест, как защитительницу христиан в Ближнем Востоке. И сегодня вот эти надежды являются реальностью, когда Россия в лице президента и патриарха Русской Церкви поддерживает Иерусалимский патриархат. Мы недавно получили большую помощь в реставрацию древнейшего исторического храма Рождества Христова. И мы все признательны таким большим жертвам Русской России. И лично от вас, ваше превосходительство для святой земли, для святых местах. И там мы постоянно будем молиться за укрепление России. Мы смотрим на Россию, как то, что сказали, защитить не только православие и христианство, но и нравственных начал. И за то мы благодарны вам. Это большое благословение иметь президента, который является христианином, православным. И мы гордимся, что как предстоятель Русской Церкви стоит святой патриарх Кирилл, который действительно понимает православные проблемы всей православной церкви, всех церквей. И он всегда оказывает помощь православным народам. Спасибо вам большое. Мы православные, я думаю, что все православные во всем мире смотрят на Россию, как на большую державу, которая исповедует не только православную веру, но она защищает права человеческие везде. И за это мы молимся и благодарим. Я, со своей стороны, хотел бы пожелать вам успеха в вашем служении. Вы несете свою службу, свой крест в уникальном месте, в колыбели христианства. И в таком месте на планете, которое постоянно, к сожалению, в течение очень многих лет лихорадит от различных конфликтов. И сейчас опять мы видим, там развивается этот конфликт, имеет место кровопролитие, человеческие жертвы. Мы с тревогой следим за тем, что там происходит. Но я уверен, что присутствие православной церкви там должно и будет играть положительную роль для примирения всех враждующих сторон. В конце концов, все приходят к миру. Важно только, чтобы дорога к миру была как можно короче, и на пути к миру не было большого количества жертв. Нас также с большой тревогой и скорбью следим за тем, что происходит на Украине, на востоке Украины. Это ужасно, это трагедия. Тоже исходим из того, что на земле Украина как можно быстрее должна восторженствовать мир. Должны как можно быстрее быть установлены прямые контакты между всеми противоборствующими сторонами. И все стороны конфликта немедленно должны прекратить боевые действия и перейти к мирным переговорам. Я думаю, что все мы должны к этому стремиться. Патриарху буду просить внести свой посильный вклад в это умиротворение. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Мы молимся об Украине. Для нас это большая скорбь. На каждой воскресной и праздничной литургии мы совершаем особую молитву о мире на Украине. Мы называем это междоусобной бранью. То есть та самая междоусобица, которая имела место и в глубокой древности. Но сегодня она очень усугублена целым рядом внешних обстоятельств, о которых многие из нас знают. Молимся, чтобы Господь примирил народ Украины, чтобы воцарился мир и справедливость. И чтобы каждый человек, живущий на Украине, чувствовал себя дома, на родине. Чтобы он не подвергался никаким дискриминациям. Ни по религиозному, ни по конфессиональному признаку. Ни в связи с его политическим или даже философским выбором. Современное государство обязано предоставлять возможность каждому человеку проявлять себя в соответствии с его совестью. В этом и заключается свобода совести. Дай Бог, чтобы все это имело место на Украине. Вы знаете, что мы находимся в контакте с президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Надеюсь, что ему удастся предложить всему народу Украины, всем людям, где бы они ни проживали, такой вариант развития ситуации, такой способ обеспечения их законных прав и интересов, которые привели бы к окончательному, полному и долгосрочному миру на этой земле. Продолжение следует... Мы очень счастливы и горды быть с вами сегодня, в этот великий день. Мы благодарим его святейшество за его приглашение. Который выражает за те прекрасные связи, которые существуют между нашими церквами и народами. Вы говорили ваше превосходительство о преподобном отце нашим Сергеем, как он молился всегда за единство России. Преподобный Сергей принял имя святого великомученика Сергея Ибахуса Антиохийского, которые были вместе в пятом веке. Святость нас объединяет с русской церковью и со всеми вами. Ваше превосходительство... Мы гордимся то, что вы делаете. Мы так рады, видя вас, находясь в церкви, когда вы молитесь с нами. Мы так счастливы, видя вас, как верующего человека, великого президента. Президента, который защищает права человека везде. Который защищает людей, которые находятся в нехороших положениях в других странах. Мы живем все, что вы делаете на Ближнем Востоке. Ваше превосходительство, ваша деятельность, как вы заботитесь о мире в Палестине, в Сирии, в Ливане, в Ираке и везде. Мы так гордимся, что вы так относитесь ко всеми, исходя из вашей веры в человеке. Это настоящая православная вера, которая для нее, самое главное, это ценности, духовные ценности в жизни. В таком мире, когда видим, что что-то теперь другое видим, а не ценности духовные. Мы переносим вам и святейшему патриарху Кириллу, любовь нашего патриарха, блаженнейшего Иоанна X. Спасибо вам большое. Я еще раз хочу пожелать всем вам хорошего, приятного и полезного пребывания в России и в Москве. Хочу вас поблагодарить за ваше служение. И еще раз подчеркнуть, что очень рассчитываю на вашу моральную, нравственную, духовную поддержку в отстаивании тех ценностей, которые мы вместе с вами слушаем. Большое вам спасибо. Я буду уже переходить к следующему этапу сегодняшней программы. А вам хочу пожелать еще приятного пребывания в России. Спасибо большое. Спасибо.